Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о тех главных подкормках, которые помогут нашему перцу стать толстым, коренастеньким, таким красивым, который вы видите передо мной. Причем это все с минимальными затратами. Значит, многие просто допускают ошибку, что на начальном этапе дают перцу азотное удобрение. Вот для того, чтобы перец ваш был коренастым и был такой крепенький, такая вот рассада, ему необходимо в первую очередь усиленное фосфорно-калийное удобрение. Это может быть как местное удобрение. Что из местных удобрений? Очень хорошее местное удобрение фосфорно-калийное – это древесная зола. Обычная древесная зола, 200-граммовый стакан на 10 литров воды, поливаем наш перец, и он на глазах начинает преображаться, он становится более крепким. Нет древесной золы – это тоже тогда не беда. Используем удобрение монокалий-фосфат. Удобрение хорошее, единственное, что соотношение фосфора и калия должно быть примерно равным. Поэтому монокалий-фосфат мы его даем в жидком виде, мы добавляем примерно 0,25 калийного удобрения, в частности, 1,25 калия. Добавляем 0,25 калия, перемешиваем сразу в воду и поливаем наш перец. Наш перец становится очень крепким и коренастым. Есть, конечно, другие способы, народные способы. Они тоже имеют право на жизнь, и они тоже хорошо помогают нашему перцу. Из таких народных способов самый простой – это столовая ложка сахарного песка на 1 литр воды. Раствораем, поливаем сладкой водой, и наш перец буквально за пару дней преображается. Его появляется темная краска, и перец наш начинает развиваться гораздо лучше. Почему? Потому что, вы уже заметили все, что у перца корневая система слабо развитая. Она не быстро охватывает земляной объем, она растет медленно. И вот эти все добавки, удобрения, которые я вам назвал, также сахарный песок, помогают нашему перцу становиться крепким и коренастым. Ну вот следующая подкормка. Значит, мы дали перцу, который уже распекировали через 2 недели, мы его уже кормим, а следующую подкормку мы даем через 2 недели. Вот следующая подкормка, которую мы будем давать следующая до высадки рассады, через 2 недели примерно. Ну или, по крайней мере, если даете перед самой высадкой рассады, несмотря на какие у вас условия, у нас в Беларуси, как бы, получается, время еще достаточно. Но если вы в южных регионах где-то время уже, как бы, поджимает, то, по крайней мере, как минимум за неделю до высадки рассады мы даем подкормку перцу сложным удобрением. То есть любым сложным удобрением, где есть азот, фосфор, калий. Неважно, марка 14-14 или 14, или 16-16-16, любая из этих марок подходит для подкормки перца. Поэтому, сделав эти 2 подкормки, вы высадите хорошую, крепкую, коренастую рассаду в открытый грунт, которая даст вам хороший урожай и будет отлично плодить. Вы сделаете такие подкормки перца, как я вам назвал. Ну, есть еще один секрет, который, как бы, не все наши огородники делают. Значит, вот, когда развивается перец, появляется первый цветок. Он называется коронный. Так вот, урожайность, значит, этот коронный цветок созревается на самом первом. Но когда он взреет, у него останавливается развитие плодов на всем растении. Перец больше не дает плодов. Плоды появляются, но не съедят, не растут. Так вот, для того, чтобы урожайность вашу увеличить 3-4 раза, этот коронный цветок надо просто-напросто, когда он появился, его вышипнуть. Вышипнуть, и перец пусть идет развилочками. Ну, и добавок не забывайте, что, значит, перца будет очень полезно оставлять где-то 3, максимум 4 развилочки на стебле. Вот, и удалять пасынки. Хотя они так энергично растут, как у помидор, но эти пасынки надо удалять. Вы поудаляете пасынки, соответственно, все питание пойдет вверх к плодам, и ваши перцы будут завязываться, расти гораздо быстрее. А коронный, если не удалите, он отнимает время, и как бы сбор урожая начинает опазывать где-то на 2 недели. На 2 недели вы позже, пока зреет тот один плод, вытираете урожай, потому что становится более прохладно, на перце появляется масса бутона, а уже поздно. А все дело, что вы оставили расти самый первый цветок, а его надо было удалить безжалостно. Так что вот эти подкормки сделайте, и перец отблагодарит вас хорошим урожаем, плоду. Успехов вам в выращивании овощей. До новых встреч.